Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Гузьмин Петрович Александрович. Какую компанию Вы представляете? Чем сменяются компании и Ваши должности? Представляя компанию «Чубыринский механический зарод», мы производим аксессуары для ванной комнаты. Какую должность вы понимаете? Должность среди директора по общим вопросам. Я знаю. Скажите поподробнее немножко о Вашей продукции. Что это за продукция, где она применяется, в каких регионах, в общем, сферах? Насколько крупные Ваши предприятия, как Вы считаете? Давно ли работаете? Вопросы в одном. Это мысли в сторону, куда двигаться? Значит, наше предприятие специализируется на производстве изделий из проволоки. Было основано в 2015 году. Значит, наши учредители решили, что в России можно производство не хуже китайского. И в 2015 году мы открыли организацию и начали осваивать выпуск аксессуаров для ванной комнаты. У нас есть, как бы, хороший сбыт. Вот осталось нам наладить производство, точить технологию. А сбыт? Куда реализуете свои продукции? Какой является Вашим клиентом? Это крупный, самая компания, регион, кстати? Значит, у нас клиент один. У нас и заказчик, и учредитель в одном лице. Крупная торговая компания, которая находится в Санкт-Петербурге. Реализация – это крупные DIY-ритейлеры. Обе – Юран и Лен, Хофф, Кирау, которых очень много. Как местных, так и общероссийских. Так и мелкие клиенты – магазины дома, рынки. Слушайте, Вы крутые, крутые такие клиенты. И со сбытом, я понимаю, проблем нет у Вас? Да, проблемы всегда возникают. Это же продажи. Все Вы знаете, наверное, что в продажах есть всякие параболы, сезонности. Ну, мы стараемся их решать. Ясно. А подскажите, Ваше предприятие производственное? В предприятии есть несколько цехов. И запускали ли это свое производство одновременно? И как-то двигатель без помежей расширения развития запускали свое производство? Ну, не сразу? Ну, в любом случае, любой производство, так как оно открывалось в уля, давно запускалось этапами. То есть первый этап – это были определенные площадки, которые мы ремонтируем, в первую очередь. Было определено оборудование, которое мы покупаем в первую очередь. И этапами, как бы цех за цехом, мы шли к своей цели. При модернизации своей площадки для реконструкции Вы познакомились с компанией «Стронет». Расскажите об этом знакомстве, об этом взаимодействии. Почему обратили на них внимание что-то на этой стороне? Ну, это было очень интересное знакомство. Было организовано управление малого и среднего бизнеса форума, куда собираются большое количество предпринимателей. Организовывалась маленькая выставка, площадка, да, бессмертными производителями. И вот на этом форуме мы встретились с компанией «Теплпанель». Увидели что-то очень интересное в области отопления, так как у нас на тот момент отопление вообще отсутствовало, в принципе, да, и мы только планировали все это дело разработать, найти поставщика. Их были приятно удивлены нынешний, что как-то есть такая новая разработка, которой до этого не было в природе, да, и в России. Вот заинтересовались, провели переговоры, после переговоров взяли какой-то опытный участок, ну, так, в принципе, любой, любая организация бы сделала, да, что сначала где-то попробуют, потом, если все будет нормально, то перейдет на другой цех. То же самое сделали и мы, попробовали, нам все устроило. Теперь у нас практически на 60% действующих цехов везде используется система компании «Теплпанель». У нас все устроили. Отлично. А какой первый цех в каком году вы запустили с использованием системы? Это был, по-моему, 16-й год. Мы запустили наш демонический цех, затопили. Как бы, результаты были очень хороши. А как вы поняли, что система показала себе хорошо, вот от чего вы начали иметь другие помещения? Какая задача стояла для системы отопления? Задача стояла получить комфортную рабочую температуру для того, чтобы нужно было комфортно, удобно работать по, как бы, со вторых дел задания, с выбранной температурой в помещении. Мы до температур достигли, как бы, результат оказался очень хороший. А с какими другими системами сравнивали при осмотрении, при выборе вариантов? Да, мы думали еще два варианта использовать. Первый – это газовое инфрагазное отопление. Но это привело очень значительные расходы к покупке газового оборудования, к запуску на территорию завода и на помещении газа. Это тоже очень дорогостоящие. И второй пункт – это было использовать тепловые пушки. Ну, тоже не отказались, как бы. Выбрали, я считаю, что не прогадали компании этот план. А сейчас источником тепла что служит? Что нагревает воду? И будет что-то поменяться? Высочником тепла сейчас служит центральное отопление, которое нам предоставляет, ну, до этого предоставляла одна компания, а сейчас другая. То есть, других вариантов у нас просто не было. И поэтому работаем на центральном отоплении. Устроили вас взаимодействие с компанией строительной новейшей и разобрегающей технологией? Помогали ли они вам в подборе оборудования, оборудование, монтаже, шеф-монтаже? Или у вас свои специалисты? Или, наверное, не надеялись какой-то подряд или компания? Ну, вообще, был предложен, конечно же, комплекс. Да, то есть, от проекта и работы, до изготовления, до монтажа. Но, так как у нас есть свои инженеры и свои специалисты, то мы выбрали только закупку для оборудования. Поэтому наше договорное отношение с компанией. Проектирование самостоятельно? А проектирование? Нет, проектирование тоже использовано. И проект оказался в хорошей стороне. Что именно понравилось системе теплопанель? Какие три пункта вы могли бы выделить в работе этой системы? В чем преимущество? Ну, во-первых, это самое основное – это их энергосбережение. То есть, мы видим по затратам на центральное отопление, мы знаем, что оно не очень дешевое. То есть, было прощительно даже какая-то экономическая составляющая. Мы поняли, что это реально работает, реально отбережет наши деньги. Второе – это сам принцип действия теплопанель. То есть, она греет пол, стены, она не слушает воздух. Третье – это быстро взаимодействие с компанией. То есть, мы так быстро все это закупили, смонтировали. Я думаю, что если это был бы или газовый проект, или еще что-то, то там сроки было затянулись, и мы успели срок сроком в дальший объект. Ну, вот. Ну, вот. Ну, вот. Ну, вот. Ну, вот. Ну, вот. Ну, вот.